всем привет зрители подписчиков на на youtube итак у нас сегодня пятница 13 февраля уже в датах вообще попуталась и так мы уже с вероника идем спали клинике ходили брали анализы так как вчера мы были на приеме у врача нас выписали илюшеньку выписали уже в сад как бы ну ладно касается на тоже у него все нормально ну конечно илюши в чем мне кажется все равно еще не совсем потому что сопельки у него все-таки небольшие есть но с понедельника уже выписали в сад сколько же можно три недели дома просидели вот а с вероничкой я сама попросила сдать анализы потому что как мы уже говорили что как бы сама кашель есть температура была непонятно от чего она была и поэтому все таки я решила сдать анализы и понедельник я получаю снесу их платную ну вот платные в инвитер пускай уже врач посмотрел как она воспринимала так вот и наши такие наши дела и вот наша солнышко встались мне все рано 8 утра уже все поднялись когда привет привет но у меня злая мамка съезла кровь издавать и и плакала ужасно плакала там да доченька смутными газками корызлыми злыми грязьками мамка наглая вчера у нас была у владика родительское собрание в школе как принципе мы и говорили что я пойду на него ну так особо там ничего конечно такого не было просто сказали что принято ну как что дети учатся хорошо так много бы проколу про всех отдельно владика похвалили что учится он хорошо читает он довольно таки хорошо как бы что проблем у него с учебой пока в данный момент нету сдали денежки как обычно на 8 23 на все праздники такие на охрану ну и на этом собрание окончилось вот да вероника да чап так принципе ничем особо не занимались были дома ходили поликлинику занимались домашними делами немножко отдыхнули к вот и сегодня с новыми силами начинаем снимать на день илюшу я с утра попыталась накормить но не знаю что там съел чуть-чуть поковырялся и бросил это дело надеюсь сейчас сереже его докормит они там уже давно поднялись уговорим устали восемь часов сегодня проводила детки сразу проснулись а папка там с вероникой в комнате мы просто уже лежали и спали илюшу как обычно со мной с утра уже побегал попрыгал пыталась накормить ну конечно все таком плане так ну все идем уже домой подошли к подъезду к нашему и мамка пойдет по делам но мы конечно это все поснимаем да наверно увидимся дома не знаю если сейчас будем снимать дома поели там они привели порядок после сна не знаю всем привет и подписчикам на ю тубе на что на пятница пятница 13 февраля до до 7 пятница 13 февраля так совпало все у нас прямая трансляция вчера мы отдохнули денек от камер всего так вроде говорят так действительно тут и выспались так чуть-чуть и по делам так вроде дела под дела свои поделали чат-то еще 10 . и больниц уходили низкое собрание было до улади картина ходила кусту варела да так что провели дома сегодня у нас за окном где она же принципе нам показывала нет что у нас там плюс один и мужчин так не капает ну так вот тяжело да ну на следующей неделе рассмотрел на масленичной неделе уже минус 13 12 не знает погода мимо пеняется принципе до провода зимы будет стоить вот и лёшкин а и лёшкин собираешь игрушки вороникины молодец а всем привет уговорить всем всем вот так вот сейчас того что позвонили кириллу завтра забирать его на день влюбленных на день святого валентина кстати завтра день святого валентина уже день влюбленные надеюсь вам понравился наш салатик такой оригинальное было видео совместно с натальей да тоже блогерам который тоже делала гранатовый браслет до салатик такой действительно простенький ну или действительно попросил получился а вот так валик скорби со школы и убегает на футбол не нет футболкины в оценке салатом даже в августе на августе на ангелии завтра придет до завтра придет кирилл по приедем да 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 вот даже не сказал чтобы было не будет он только ученичка сказал мне а вот она думала тактика волчая кошка наступки отдыхает пусть так часто убегаешь по делам вернее на почту за посылочкой вчера она пришла посылочка из Казахстана потому что честно мне уже вторая посылочка из Казахстана за что спасибо огромное это посылочка к моему днерождению я даже знаю она сказала по скайпу когда мы общались Лилия, да? да, Лилия, стрим вот ну просто вчера говорю так что твой? посылка его опущена а ты тоже с мамой заходил на почту ну да, я вчера со когда Татьяна выстрела ушел на руках да, ушел на руках,… да, ушел на руках с Казахстан и мы помчались в больницу друзья в магазин с коляской помчались менять колесо Dave, пишите кое-то в колесо Потому что я вчера проверил её, она сразу сдулась и я говорю, да. И зашли на почту, забрали извещение. Сумочку, сумочку, вон, где игрушки, в сумочку. Ну там письма отправляла, то что как бы, и поэтому я не успевала по времени, чтобы забрать и побежать. Осталась посылочка там. Ну да, сейчас ещё фикс прайс, надо забирать ещё. Зара Петеварина, как обычно мы дарим, да, такие сувенирчики. Да, Валентина в день, как говорится, Петеварина, да. Какой-нибудь сувенирчик, такой небольшой. Ну и, кстати, цветочки подарим мне, да, завтра. Тоже потом Татьяна придёт, я побегу в магазин. Да, завтра мы хотим, чтобы приготовить салатик. Да, кое-что приготовить, надеюсь, тогда всё это дело получится. Отдельное видео мы посмотрим. Ну, надо будет видеть, потому что, как вот это будет кирилка, там уже будет по времени видно всё, как сможем это отдельно отснять, или в общий влог это войдёт. Посмотрим, да. Да, 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 да. Что ты говоришь, что это повисто тебе. А, ну ты говорила, кстати, что я всё уже отработал. Ну, я так кратко сказала, просто да. Да, я всё, я больше вот один день отработал, на этой неделе всё, больше работать не буду, там, небольшие захвозочки получились. Не то, что именно со мной, а то, что... По работе. По работе, да. Да. То есть без трудовой книжки нельзя. Да. Где-то комиссии приезжают, и до первого марта. Ну, а до первого марта у меня уже смысла нет, потому что я собираюсь до второго марта уже как бы пойти на свою работу. Ну, да, поэтому... Вот, чёртова поеду, да, писать заявление. А, как бы там, как мы... Ухажите, заявление называется. Не то, что заявление на работу устраиваются, а о принятии на неполный рабочий день, да. Ну, да. Посылку. А? Посылку. Посылку мама принесёт. Что, мам, принесу посылку? Принесёт маму посылку, мы снимем, конечно, это делаем. И я. Да. И ты и будешь, да, и я. И Владик будет сейчас прекрасно. Как раз Владик? Ну да, придёт, и потом я быстренько... Кирилл. И у Зарка раз тоже. И у Духа у меня будешь хрызгать, интересно. И у Зарка тоже там в шоколадочке перезадим. Кстати, был такой вопрос, когда я вчера ещё до него не дошла, я его написала на комментарии. Я хочу немножко пояснить. Что, плюнул он тебя? Да. Ха-ха-ха. Зачем? 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 У нас маленькая не понимает, Илья. Зачем? Ты много что делаешь, не понимаешь. Ну, говори. По поводу, что нам назначил врач при зубах. То, что у нас тут зубы, как бы у нас, я рассказала, не стоматит, а форма такая, как бы достоматитная, скажем так. В первую очередь обрабатывать рот сотой. В первую очередь, ну, чайную ложку, ой, чайную ложку соды на чуть-чуть воды. Она сейчас даже не растворится в этой воде. И просто обрабатывать весь рот, десна. И плюс нам назначил, короче, крем для зубов специально. Как бы не колгель, а такие подороже уже. Да, Дентон Сикс. Какой гель? Нет, Дентон Сикс. Другое это что-то. Тоже Дента как-то такое. Вот я забыла что-то название, сейчас не помню. Я еще не купила его. Но сода, сода дала свой эффект. Говорю сразу, даже без крема, сода дала эффект. Сейчас я расскажу название лекарства, чтобы точно быть. Да, Илья, ты зеваешь? Да, сегодня свет на заря. Проснулись, да? Да, сегодня свет на заря. И Вероника, и Атокова. Геотанцы, вначале. Да, Дентин Бэби. Это мазь, ну, типа тоже зубов, которая облегчает прорезывание зубов. Но мы, честно, еще не купили ее. Потому что я зашла в одну аптеку, в другую аптеку ее не было. А вчера, когда мы даже в аптеку не заскакивали. Я вчера была. В первую очередь сотой. Еще нам, когда у нас была стоматит с Ильюшей, очень хорошо помогает мазь. Сереж, как называется мазь, которой ты мажешь губы? Цикловир? Да, да, цикловир. Я никогда не думала, что она живет только для наружного применения вообще пишется. Но когда у нас у Илюши был стоматит, мы только ей и спаслись, скажем так. Потому что больше нам ничего не помогало. Мы тоже с содой и надежно обрабатывали этим цикловиром. Что фу? Что Илья? Фу. Пришел тут фукол. А? Фуколка маленькая. Фу. Фух. Так, ну что, ладно. Сейчас все. Это Татьяна уходит. Потому что действительно время будет поджимать. Сегодня тем более, прямая трансляция 5 часов вечера. Так что, ну, это в принципе все уже вы увидите. Так что, ну, это плохо будет завтра. Так что, кто захочет конечно уже поучаствовал в данной трансляции. Так, все, Илья спать уже собирается Вероника сейчас будет Пить Вероника сейчас будет пить Сейчас будет собираться Так, все, увидимся уже попозже Итак, я уже давно дома Прошлась по магазинчикам Кое-что прикупила по мелочи домой Веронике смесь зашла, взяла Ну так, короче, ничего особенного Пакетиков домой, ну таких маленьких Детям подошла пару маечек Маечка купила Илюшке и Владику По две штучки, ну, короче, так, ничего особенного Зафикс прайс зашла, походила, посмотрела Но особо там ничего не выбрала Взяла чисто символически мыло Вот оно стоит, да, мыло Для рук вот такой упаковки И завтра еще цветочки снесем Как бы чисто Знак внимания, скажем так Кстати, да, мы показывали Тут раз Что Лавик сделал Тут у нас Илюша решил внести коррективы Добавил тут кое-что своего Своего Вот, и вот такую еще красоту Наш Владик сделал Вот, корабль на море Тут солнышко, облака Парус Очень красиво, молодец Все, еще делала ты вчера Хоть мама, покажи, покажи Ну, кускай, да, завтра стоит Короче, тогда уже покажем, конечно Вот наша посылочка лежит С Казахстана Так, теперь ждем папку Тоже далее я пришла С магазина, с почты У нас спала Илюшка Вот так, фокус, 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 фокус Вот, спала Илюшка с Вероника Ждали, пока он поднимется Тут папе позвонили Надо было срочно дойти до нового места И потом, как раз по пути Зайдет тоже по магазину Уже по поводу продуктов Он пойдет, там, сказал Хоть что ему купить В завтрашнем дню Там, к салатику Сделаем какой-нибудь салатик завтра Да, и, как бы, теперь мы ждем папку Тоже дали одних Красавцев наших, пока проснулся Теперь ждем папку Да, и Вероника спала Сегодня дети наши улеглись спать Очень рано Потому что, хотя время сейчас Еще только пол третьего Но уже все на ножках Уже все проснулись Вероника и Илюшка Так как Легли спать сегодня Около 12 в районе Сейчас папа придет Папа придет И будем открывать, да Илюша прям уже не дождется Легли спать у меня рано Около 12 часов они дня Потому что встали И Вероника, и Илюша В 8 часов утра Да, вот так Сейчас ножницы возьмем Так, раз, отрежем, да И будем Прямо Илюша от этой посылки не отходит Уже как увидела ее Все Там никак от нее отойти не может, да А зайчонок Посылка, да Посылка Сейчас откроем Котик Папочку подождем Хорошо Папочку подождем Да Папочка же придет И будем открывать посылку У меня тут бардак Я убираюсь Короче, это все Ходунки сюда Затащилось Да, маечки вам Тебе Это Владик Вот там твои лежат Так, что тут у нас Что тут у нас За бардак творится Владик Здороваться Всем привет Да, всем привет Владик, да Наша красатурка Лежит тут тоже Ковыряюще Да, привет Привет Ну ты у нас Здоровалась Сегодня у нас Да Сейчас Папочка Папочка Придет Еще папку Не пришел Он такой Молодец И ему Главная посылка Да, ему главная посылка Конфеты Владик играется Ваши там Какие-то В игры В игры Конфеты? Да Как видите конфеты? Там Там конфеты? Да А откуда ты знаешь Там конфеты? Там маме подарок Там сказали маме подарок, да? Мне подарок Мне подарок У мамы же будет День рождения скоро Нет Да Дядя Мне будет подарок Нет Нет Маме будет подарок Мой подарок Будет И тебе Будет У Дене А и тебе Будет, конечно, подарок На День рождения Когда у тебя будет День рождения И тебе Будет, конечно, подарок И тебе И Лене И Лене? Да У Лены уже прошло День рождения Вот деловуха И Лене Вот И Ангелине И Гелина Ангелине? Да Ангелина тоже уже прошла День рождения Еще в Тумаду прошло И тебе, конечно, будет когда все будет рожде, мам, и мы тебе, конечно, подарок подарим хороший, да? И Владику скоро будем рожде, 1 марта. Так, все. Все. Тебе тоже подарок. Конфеты иди и ешь. Все. Да. Только теперь конфеты мы ограничиваем ему как можно меньше. Максимум у нас еда, это максимум одну штуку в день теперь, потому что как вы правильно написали комментарии, что сладкая конечно, он не сказал, что там 40 минут все ест сладкое, такого больше не было. Но, все равно, сладкое он ел много. Сейчас мы ограничиваем. Так, все, успокаивайся. Ограничили его полностью, полностью почти во сладком. Единственное, что он, когда мишки барни, он любит, мы его в этом не ограничиваем. И шоколадки тоже никогда не кушаешь. Вот, а в остальном, в принципе, такого мы ничего сейчас не даем ему лишнего. Да? Вот так вот, алибаска у нас лежит, алибаска. Красотульки, красотульки. Так, ну что, пошла я дальше убираться, заканчивать. И уже будем ждать папочку, и тогда уже снимем посылочку. И увидимся попозже. Да, увидимся уже попозже. Так, ну что, я сейчас на улице сходил до работы, до сих пор работал сейчас. Получил небольшую денежку дали за январь месяц, когда отработал, четыре смены. Купил у Танюшки презентик к 14 февраля на зарашнем дне, Днем Улюбленных. Вот, и сейчас выдвигаюсь в магазин, купил уже кое-каких продуктов, на зарашний день насылать. Все это дело естественно покажем. Вот. Значит, зайти еще будет магнит в Ольбмар, тоже купить продуктов и домой. Там Танюшка принесла посылочку, Илюшка проснулся и требует открывать ее. Вот. Ну, это в принципе сейчас, еще минут через 20 она уже будет дома на улице слякать. Неприятно ходить. Вот. Знаешь, снега много в принципе насыпало. Вот. Ну, здесь чуточку убрали, так как бы мне пройти получишь. Должен ты в пятерочку завлянуть. Наверное, сейчас не так вот снежку пройдемся и на дорожку выйдем. А вот. Так что такие вот дела. Ходим покупочки, дарим друг другу, вот. Татьяна купила подарок, уже чуть Валя Зара отнесет. Вот. Ну и сегодня будем дома, потому что прямая трансляция, сейчас закипят 5 часов. И уже на улице не пойдем, вот Зара выйдем, посмотрим, где-то Крилл будет. так что все увидимся так. Ладно, все, буду заканчивать и иду уже в магазин и домой думаю уже увидимся. Так, ну что, спустя 2 часа я вернулся домой. В принципе, задержался чуть-чуть, думал, все по-быстрому получится, но не получилось, когда я сейчас снимал на улице. Вот. Он уже все, знаешь, он уже все. Он звездок. Ну что, начало покупочки, потом разденусь, потому что посылочка, да? Так, это я Танюшке подарил вот такую ангелочка, такого Валентина, не знаю. А у меня есть Валентина. Мам, я думал, куда же без цветиков. любимая? Да, спасибо. Куда же без цветиков. Да, вот до слова мы там поставить. И там еще, как обычно, у меня в презенте из, всегда Таня знает уже, то, что из руссаля, из бокалов, да, вот такие рюмочные удочки оригинальные, понравились Богемия. Бабушка, кстати, из такого набора уже давала нам бокалы. Вот, так что, с праздником тебя! Я всегда люблю заранее это делать, потому что, а мы это блокнотики для записи с ручкой. А я еще хожу, листы еще по дому. Так, ну что, как у вас дела? Окушали? Да, практически. Окушали? да? Илонейка, давно встала? Как-то так ушел. Да? Правильно встала, Понятненько. на белом салатике. На белом салатике. Так, ну что, покажу вам покупочки, которые в магазине. Во многих магазинах сделал, в принципе, на завтра на салатике. Ну и домой так купили. Так, что у нас тут? Взял такие вот на салат, будет делать салатные креветки очищенные 300 грамм. Веши, по 206 рублей, по-моему. Так, взял такой вот рис длиннозерный в пакетиках 5 штучек по 49 рублей. Это в люмаре было. Остальное 5 рублей. Магнит, дикси. Так, молока, Муму, по 42 рубля, 3,2 рубля. Рязанская. Так, сосиски, ядренок, копоть классический по 75 рублей. Распродажа была, по-моему. 19-го числа они, ну, с продажи 44, по-моему, 85. Так, колодушечка на завтра нам по 50 рублей. Да, бананы, кстати, вот у нас, знаю, как у вас, пишите в комментариях. Самые дешевые я нашел пятерки по 66 рублей. Да. К той пятерки не было, которые дали, где вам это работает. А так, самые дорогие дикси 92 рубля, 80, по-моему, 6 люмарь и 75, там плохой вообще выбор в этом магните, вот по 66 пятерочки. Так, наши лапки Вероники цветную капусту по 26, говядину, овощи по 30 рублей, это бабушка моего кошка. Так, кошечки взял, два пакетика, там у нас дома еще было, по 10 рублей. Акция по 20 рублей, сейчас есть интуки целебная. То есть, не будет. Все, там больше ничего. Ну, нет. Так, это магните я взял, растишку по акции, 43 рубля, 6 штучек, нашим деткам, яблоко, ванили, банан, тут 6 штук, по-моему, да, 6 штучек было, по 42,50, ну, 42 рубля. Так, Орла по 233, вот уже подожжал, сыр 400 грамм, он хороший, сливочный, тем более, такой легенький, 20. Вот он. Колбаска в холодильнике стоит. 25% жира. Головой. И лимончик взял, это нам на салат надо будет, по 80 рублей лимонный. Так, что еще? Так, пятерочки вдруг взял. Дубки на 150 рублей, вот эта колбаска 565 рублей. Это мы набрали, да? Это ее? Нет, не ее, не перенес, другую. Это почти такую же. 300 грамм, да. Вот нам понравилась Стародворская, второй раз уже берем, балуковая, супер колбаса, 155 рублей, 350 грамм, вообще, мне вообще нравится. Очень вкусно, без всяких жилок. Мы брали по акции, по-моему, 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 без жилок, без всего, вообще шикарно. Что? Рассишку? Там в холодильнике еще раз есть. Так, помидоры черри по 89 рублей, они вот такие вот продолговатые, не такие как круглые, а вот продолговатые, интересные, кстати, как торпедки такие вот здесь взял. Это нам на салат тоже на завтра. Иди сюда, найди. это магнитуская реабилитация. Я взял газету, где искать работу, в Кризис, в Перекресток. авокадо 39,90, одна штука, тоже на салат. Так, это батончик взял, хотел взять рыбы красную, что-то по нормальной цене я не нашел, и ладно, пригодится, потом съедим так. Кофе для нашей машины, молотой, по 183 рубля, лавас, кстати, дешевая, так оно обычно у нас уже, по-моему, 183, и что-то себе хотел в ретроспорт тоже 49,90, 50 рублей. Ну да, вот именно хорошие, вкусные такие можно шкалатки германские. Взял с цельным миндалемом из Палифорнии. Вот такие покупочки, в принципе, на завтра. Сделаем салатика, нарезочки, картошечки, да-да-да-да? Да. Толченочки. Так, просто заразим. Чуть-чуть-чуть, потому что немножко просто салатик решили попробовать сделать. Зарама, если, дай бог, все нормально будет, то это все, конечно, покажем, все это сделал. Такие вот покупочки обошлись. А вот подарочки Татьяне купил, ну, вообще, несколько раз. Что? Убираешь? Холодильник их не убирать. Это мама сейчас будет убирать. Мама наверху уберет. Так что такие дела. Так, ну все, Владик у нас, кстати, ты снимала все на каникулах, да? А, ну, каникулы не сказала. Да, на следующий день, как бы недельные эти каникулы для первоклассников. Ваши четвертого в школу. Да, после 23 февраля. Так, не надо, Эй, 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 это что это? Так, ну ладно, сейчас переоделся. Снимем посылочку. А то у меня уже все. Илья вывел. Хорошо. И уже скоро, через час, прямая трансляция надо готовиться. Итак, ну что? Я уже переоделся. Так, быстро все. Так, распаковываем посылочку из Казахстана. Ну, да, что делать? Это Илья, это Илья. Это Илья измена. Ну, что делать? Так, аккуратно, Илья. Илья, такая большая посылочка нам. Да, большая. От Андрея и Лилии. Казахстана. Огромный привет еще раз. Да. Посылочка, которая уже уже зашла. Да. Мы созванивались по скайку, в принципе. Ну, да. Мы примерно знаем, что там находится. Примерно. Нет, я не знаю, что там находится. Скажи, чтобы подарок для меня. Да. А что там находится? День рождения, она говорит, еще Татьяне, надеюсь, что дойдет. В принципе, дошло. Тринадцать четыре дня до дня рождения дошло. Да. Так что, вот такая посылка Казпочта. Так, ну что, открой я ее? Нет, наверное, он лосит еще сбоку. Да, тут надо сбоку порезать. Так, здесь отходить аккуратненько. Не уходил. Цветики, цветики, цветики. Сверо, взять. Илья, Илья, отходи. Илья, отойдет, можно с самого-мого-мого-свеца, что-то должно поступить к ним. А что такое, Вероника, подходит, шкуркает? Шкуркает. Так, попробуем это открыть. Я просто не знаю, с какого санга открыть. Ну, какая разница, кто-то еще скотч, может, так открыть. отходи, нет. Нет. Тихо, и пальцы убирай. Пальцы убирай. Тут ножницы. Так, все, открыли. Все, мы с ним справились. Оооо. Сережа. Так, вот так очнем, да? Ну, да. Печеница. Да, кстати, вкусное печенье, казахстан. Это в основном, там такие, что мы называем. Да, посмотрели. Артман печенье. Зеленое было, да, по-моему? Три шоколадочки. Опять, вкусные шоколадочки. Детки вам. Да. Двое вафель. Вафель, как обычно. Мои любимые. Да, ну. Так. Так, а ты отходила так еще? Красота. Ох! Конфет. Ну, это Татьяня. Рахат. Рахат. Это маме. На день рождения. Набор конфет. Открыточка с днем рождения. До рождения мне открыточка. Поздравление. Учим пожеланием. Родин от СМИ. Ой, 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 какая красота. Нет, там подарок находится здесь. Как я понимаю. Да. Вот он. Так, уберем это. Векалина. Ничего себе. Тихо. Ничего себе. А я вообще жал. Какая красота. Спасибо. Так, тихо. Спасибо огромное. Просто нет слов вообще. Очень красиво. Чайный набор. Чайный набор. Чайничек. Ну, и крошки. И ше-чашечек. И ше-чашечек, да. Ну, у меня просто нет слов. Спасибо вам огромное. Это так приятно. Я вообще не ожидала, честно. Я еще говорю, что расциклянного точно ничего не будет, а что с посылки долго идти. А тут такая красота. Все дошло. Просто не ожидала. Все, все без всяких последствий. Все не обитое. Все в хорошем виде. Просто шикарно. Ну, вот такая вот поздравительная стучка Татьяну с днем рождения. Я вообще восторгиваю словно нету. Спасибо огромное. Татьяне уже говорили, да, что... Так, детки, что надо сказать? Спасибо. Илюшки, спасибо. Вот он, вот он, вот он. Все, все твое, да. Ты уже, попка слипалась у всех у вас. От сладкого, сколько вам подарили. Ой. Спасибо огромное, действительно, Лилия, Андрей. Ой, очень приятно. Я просто в восторге. Подарочек Татьяне дошел. Да, полно. не побился, не разбился, я просто вообще нет слова. Спасибо еще раз. Вот такой подарок мне на день рождения прислали из Казахстана. Да, красивый чайный набор. Очень. Очень красивый чайный набор. Да, спасибо, короче, еще раз огромное. Созвонитесь. Да, по скайпу мы созвонимся, это вообще просто... За ремонт, за сей день, в воскресенье на время будет, пожалуйста, с удовольствием. просто вообще очень приятно. Очень. Я буду брать подальше, пока я не растулю. Да, Так, ну что, детки, будете чай пить. Детки, со сладостями сразу. Да. Вот, обзор на шоколадочку я не сделал, ну, тоже на молочную из Казахстана вот, 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 радостно сделал. Очень вкусный шоколад. Да, очень вкусный. Мы пробовали уже этот шоколад, вот, именно синий. Кирилл еще был, да, раздавались ему. Пробовали вкусный шоколад. Ах, радостная, да? Все. Первые подарки пошли именно к дню рождения. и тут как раз к дню рождения. пока сегодня день святого Валентина, а тут через 4 дня я Танюшке уже то же самое сказал, подарочек она выберет сама. Да, подарочек она выберет сама. дам денежку ей. Вот, ну и выберет подарочек от меня. Да, спасибо, вообще, я правда не ожидала такого подарка, вообще, очень классно. Так, время 15 минут 5, вот, сейчас нам перепушу и будем готовиться к прямой трансляции. да, да. Так, ну что, да, буквально полчаса закончилась прямая трансляция, да, Илюшка более-менее утихомирился, да, 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 спать утихочная плохо Татьяна тут уже отвечает ВКонтакте на сообщения. Ну вот, кстати, параллельно с нашей трансляцией шла трансляция Татьяны из Киева, Человек Лазурного Дождя тоже там отставили, поздравили ее с наступающими праздниками, которые будут за это Днёсто Валентина. Вот, а, сейчас будем делать кушать, а, Илюша, все, рюмками тут у нас все прямой трансляции и сейчас, да, я маме подарил рюмочки, это не тебе, твои кашечки, вот они, кока-кольные. Завтра из них будешь пить сок, понял? Все. А это рюмочки для взрослых, до праздника, правильно? Мама, да, подарил папа, да? Да, и светики там стоят, да? Да, так что всем большое спасибо за прямую трансляцию, прямое участие. Очень приятно, действительно. Много сегодня тоже самого вопросов. Да, мы очень рады. 2 часа, 11 минут, мы у нас подчемножку рекорда устанавливаем, 2,8. Конечно, вот этот раз Илюша себя вел на ногах ой, застряла, дочь. И Вероника тут тоже у нас застряла. Опа, давай-ка, ворочимся, ворочимся, оп, оп, а, ты камеру, дочь, дочь, все, а, а, папа за пальчик хочет кусить, да? Папа за пальчик хочет покусить? Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Ой, радостная, Ой, ты моя прелесть. Солнышко. Ой, прелесть моя. Вот, так что сейчас мы будем уже ужинать, да. Слать надо сделать. Кстати, я хотела бы оваться на комментарии. Это не наша страница, да? Нет, нет, не наша. Так, сейчас не буду. Илюш, убай звук, пожалуйста, немножко. Не убай. Илюш, убавишь звук? Ушибай звук. Просто боюсь, потом заходу, потому что я смотрела, как мне это уже пролескивала контакт, короче. Но все равно Илюша. Что он своевал меня сегодня? По поводу, что ошиблись на УЗИ. Да, у нас, когда мы ходили беременной Илюши, мы все беременно ставили девочку. Уже сказали прямо на 30-й неделе, наверное, что у нас мальчик. У меня был такой дикий шок, честно. что мы кляску до этого купили нейтральную. Да, потому что я думала, все розовенькую, розовенькую. Как-то меня оттолкнуло, что в магазин я пришла, я увидела ее, стер, мы ее берем. Хотя, ну, вроде нейтральная, можно и для девочки, можно и для мальчика. А так, да, до самого конца мне ставили девочку. Я продала, когда я приехала 37-й недель на УЗИ, у меня был такой шок. Когда я сказала, ну, у вас вот мальчик. Какой у нас мальчик? Ай, зубатая. Ай, бум, зубатая. Бум. 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 Так, ну что, наверное, будем все-таки кушать, да, и потом уже увидимся в конце дня, потому что действительно, два часа посидели тут с 15-ти крисов, у меня, у Татьяны, и Лешка Нервежкин немножко потрепал. Ну, дети есть дети, никуда без этого не дениться, да? Ну, да, что у тебя делать. Есть у нас такое поведение сегодня. Варик тут занимается. яму купал, яму купал, купал, в яму упал, упал, в яме сидишь, сижу, в леснице ждешь, жду, яма сыра, сыра, как голова, салам, значит, живой, живой, ну, я пошел домой. молодец. Молодец, Варик занимается, правильно, надо, каникулы, начались, немножко надо позаниматься, немножко отдохнуть планшетом, действительно, и позаниматься, я считаю. Ну, что, убедимся уже перед сном. если будем кушать, уже выдаю чуть побольше. Так, ну, что, время уже без 20.10, да, да, наш день сегодняшний подходит к концу, да, такой, снимаем, снимаем уже, снимать, вот. Илюша у нас под вечер развеселилась, даже чересчур. Чересчур, что есть не стал. Вот, так что, такие вот дела. Поел он плохо, отвратительно. Да, с применяеми страшными. Да, папа делал. Что, камера включилась, да? Папа делал салатик и кашку гречневую. кашу он практически, там, половину все съел. Сосечку съел, нет? Два раза на вкусил. Да, и все. О-о-о! Вот. И они к нам все переодеты, уже готовые, кашну. А вразина не внимает, она почему-нибудь замолчит, все равно. Кружки. Кружки, уже показали кружки. Закрывай. И там показали, все показали. Лета, забручивай. Вот, так что, сегодня провели прямую трансляцию, еще раз большое всем спасибо за нее, за принимание в ней участие. Да, Мне очень приятно задавали свои вопросы. Кстати, я, наверное, отвечу ей во влоге, да, ну, там, в комментариях, ну, про, что не было. Не один вопрос. А, какая-то анонимка, не знаю. Ничего там не было. Ни одного вопроса вашего в чате не было. Мы, видите, разучили на все абсолютные вопросы. Да, не было, такого не было. Не было ни одного вопроса в чате. Сегодня не очень-то много и было там, потому что я посмотрел по, по-моему, 300 с чем-то было комментариях там, такого не было и больше. Да, мы посмотрели, не было у вас. Вот, что еще, что еще? Ну, что, заранее у нас День Святого Валентина, всех Валентин с праздником, с Днем всех влюбленных, поздравляем. У меня есть Валентинка. Ты же показывал ее. Вот, и что еще? Ты показывал прямой треседший. Да. Всем, что еще? Все, не прощаться. Привет, приезжать надо. А, И привет, кстати, тебе еще раз большое спасибо за посылочку. Да, спасибо большое, Лилия. Я Андрею. За посылку, просто безумно приятно. Я, честно, я не ожидала такого подарка. У меня же был такой шум. Такой супер, наверное, когда. Заранее поздравили с Днем Рождением, так получилось, что посылка пришла. Да, что такое? Не хочешь сидеть? Не хочешь? Не хочешь? Приветик, да? Да. Ангелине. Мишаевой. Да, Мишаевой. Большой-большой привет от нашей семьи. Детки. Большой-большой-большой привет. Так, ну что? Будем прощаться. Да, так что. Всех с праздником. Завтра день святого Валентина. Увидимся завтра. Завтра будет Кирилл, так что спросим, как у него дела, как что. Да, все-таки месяц они сильно не видели. Именно не общались. Так, телефон разговаривали, конечно, но так именно, так что не общались. Ну что, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, дизайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Пока-пока-пока. Всем приятного просмотра, хорошего настроения, всем пока. Всем пока-пока-пока-пока. Вот так вот, детки, у Ладин голос проще, все спокойно ночи. Увидимся с вами завтра.